6 июня в стране отмечается День русского языка. В честь праздника мы решили узнать, насколько хорошо ивановцы знают правила грамматики и орфоэпии. Договор или договор, позвонить или позвонить, а также исправить несколько ошибок в несложных словарных словах. Для тех, кто не побоялся проверить свои знания, мы подготовили два задания. В первом нужно верно поставить ударение. Сейчас куперись. Давайте. Как правильно ставить ударение в этом слове? На О. Наверное, туфли, жалюзи, позвонить, вероисповедание и договор. Отлично, спасибо вам большое. Как здесь правильно? Откупорить. Дальше. Туфли. Или, может быть, туфли. Туфли. Хорошо. Если все улетят. Так, жалюзи, вероисповедание? Жалюзи, лимузин французский. Жалюзи. Позвонить. Или позвонить. Позвонить. Расставить ударение без ошибок удалось только этим ребятам. Видимо, школьную программу еще не забыли. Задание на грамматику оказалось сложнее. Твоя очередь. Медвес здесь не должно. Да. Тут я с тобой согласна. Не должно быть две С. Я тоже думала. Смотри, нет, видишь, они это. Ну? Ну, давай, зачеркнем, ладно. Нигде не будет двойной буквы С. Наоборот, преимущество. Ну, разве что. По-моему, здесь должна быть твердая. Или мягкий. Давайте подумаем. Твердый или мягкий знак? Ну, как мы читаем это слово? Адъютант. Что-то мягкое мы читаем. Оставим, как есть. Ну, там после твердое идет Д, но передать здесь мягкое Ю. У вас нет никаких мыслей. Может быть, через букву О. Ну, точно не через О. Нет, это с твердым или... Да, твердый, мягкий. Что делать? Решайтесь. Ну, здесь твердая, наверное, должна быть. Давай поставим твердый. Правильно. Все, спасибо вам большое. Здесь вы должны исправить ошибку в словах. Где-то мы допустили ошибку, где-то не допустили. Может быть, где-то мы две ошибки допустили. А, две. Какие-то похожие слова. Сейчас. Правильно, все зачеркнем. Почему бы и нет? Подумайте. Может быть, что-то смущает в этом слое у вас? Да нет, я просто спешу. Поэтому думайте быстрее. Думать вообще не мое. Буквы местами. Поменять буквы местами. Где? Вот и Е. Хорошо. Ну, поставьте, поставьте стрелочку. Мне кажется, я позорю слово все российское. Ничего страшного. Да? В этом слове что не так? Думайте. Режиссер должен. Как? Исправляйте, исправляйте. Так, нет, я не понял. Режиссер. Правильно? Да. Что вы меня так издеваетесь надо мной? То есть, буквы Е и И надо поменять местами. Сейчас, я подумаю. Можно я над этим подумаю? Да, конечно. Давайте мы это отложим. Так, это что за слово? Адъютант. Как оно правильно пишется? Так и пишется. Все правильно. Здесь буква И. Какая здесь буква? Здесь буква И. Хорошо. И в этот последний, давайте, задача трудная. Господи, я не помню. Режиссер. В этом слое все правильно. Мы здесь ничего не перепутали. Запутали меня. Спасибо вам большое. Наш эксперимент показал, что поговорка «одна голова хорошо, а две лучше» работает не всегда. Никто из респондентов не смог выполнить задание без ошибок. Учителя русского языка, с сожалению, рапортуют. С каждым годом знания школьников становятся все скромнее. И дело даже не в правилах правописания. Готовые к сдаче госэкзамена, молодые люди теряют навыки красивой и стройной устной речи. С одной стороны, это из-за недостатка чтения. С другой, нормы общения в интернете требуют излагать мысли максимально лаконично. Произошла потеря качества речи устной у учащихся. Это связано с тем, что мы мало говорим. Дети ни с кем не разговаривают. Они общаются с короткими фразами. Как дела? Все хорошо. Знаешь? Нет? Не знаю. То есть какие-то усеченные фразы, именно они необходимы для того, чтобы ответить на тестовые вопросы, на вопросы с коротким ответом. А связанного, цельного ответа, разговора, даже просто для того, чтобы поделиться впечатлениями, ребенку не с кем, они этого не делают. Освежить в памяти школьную программу по русскому языку ежегодно предлагают в рамках всероссийской акции «Тотальный диктант». Координатор проекта в Иванове Елена Голубева уверена, что за последние годы ситуация с грамотностью начала постепенно выравниваться. Если еще несколько лет назад более половины работ на диктанте получали неудовлетворительные оценки, то теперь это лишь 15-20%. Впрочем, от личных работ без единой ошибки всего 3-4%. То время какой-то повальной безграмотности, оно прошло, и надо это признать. Да, были у нас 90-е годы, был у нас спад и грамотности, и в принципе образование в целом. Это все осталось в прошлом. Сейчас грамотные люди ценятся, молодежь стремится быть грамотными. Не надо говорить, что у нас безграмотная молодежь, потому что каждый год у нас принимают в акции участие люди всех возрастов, и в том числе молодые люди становятся отличниками. У нас есть девушки, которые третий год подряд отличники, это люди молодого поколения. Как бы то ни было, факт остается фактом. Очередей за книгами в библиотеках уже нет. Лексикон граждан неумолимо сокращается. Литературный досуг, увы, заменил серфинг в интернете. Великий и могучий в начале 21 века переживает не лучшие времена. Кажется, что грамотность и красота слога становятся уделом филологов и лингвистов. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.